Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как мы упоминали, приставка «нун» бывает в начале только одной формы глагола настоящего будущего времени Аль-Мударя – формы первого лица множественного числа. Общая форма как для мужского, так и для женского родов. Значит, увидев в начале глагола Аль-Мударя – приставка «нун», мы автоматически понимаем, что это первое лицо множественного числа. То есть, что фааль действующим лицом здесь будет скрыт в обязательном порядке местомене «нахну» – «мы». Мударя-наджалю образован от глагола прощедшего времени Джа'ля по форме фааль. Значит, Джа'ля-яджаля – это третья порода трехбуквенного глагола без добавления. Фаалья-яфалю. Как известно, порода или вид глагола в трехбуквенном глаголе определяется по огласовке второй коренной буквы, буква «ин» в данном случае. То есть, буква, которая при сопоставлении с шаблоном фа, айн и лам лежит напротив буквы «ин». Рассматривается огласовка этой второй коренной буквы, как в форме прощедшего времени, так и в форме настоящего будущего времени, то есть вместе взятые. Только так проявляются различия между разными породами трехбуквенного глагола без добавления. Итак, Джа'ля-яджаля – это порода фааль-яфалю, у которой айн, то есть вторая коренная буква, имеет огласовку фатха, как в форме альмады, так и в форме альмудары. Но у данной породы есть условия. То есть, если мы утверждаем, что тот или иной глагол относится к породе фааль-яфалю, то есть его вторая коренная буква огласована и в альмады, и в альмударе фатха, то такой глагол должен соответствовать условию этой породы. А условием данной породы является то, что его айн или лам, то есть его вторая или третья коренная буква, одна из этих двух букв, должна быть одной из частей так называемых гортанных букв. Это буквы хамза ха, айн ха, гойн ха. А названы они гортанами, потому что они образуются в гортане, выходят из гортани. Их махрич – это гортань. Эти буквы считаются трудными в произношении, так как их махрич, место артикуляции, место образования глубокие, находятся далеко. Поэтому ради облегчения их произношения, они здесь имеют огласовку фатха, так как это самая легкая огласовка. Как мы можем видеть, глагол джа'аль-яч'улю, например, его айн, то есть его вторая коренная буква, является гортанной буквой, одной из тех шести букв. Значит, этот глагол соответствует данному условию. Глагол са'аль-яч'улю, тоже по породе фа'алеф'лю. Смотрим, является ли его айн или лам, то есть его вторая или третья коренная буква, гортанной буквой, то есть одной из шести этих букв. Мы видим, что в глаголе са'аль-яч'улю, то есть его вторая коренная буква, это гортанная буква, хамза, в данном случае. Глагол манаха-ямнаху, тоже по породе фа'алеф'лю. Мы видим, что у этого глагола лямом, то есть его последняя или, скажем, третья коренная буква является гортанная буква Ха в данном случае. И таких примеров очень много. Например, Наджаха Янджаху, его лям, то есть его третья коренная буква, гортанная, Махаку Ямхаку, Масаха Ямсаху, то же самое, Масаха Ямсаху, Бада Аябдау, Ледага Яльдагу и так далее. Значит, любой глагол породы Фа Алияфалу должен содержать в себе одну из этих шестей гортанных букв, которые будут являться ее или второй, или третьей коренной буквой. Как мы видели на примерах, единственным исключением из этого правила можно считать глагол Аба Яба, в значении «отказался». Так, этот глагол относится к породе Фа Алияфалу, несмотря на то, что его Айн или Лам, то есть его вторая или третья коренная буква, или, скажем, корневая буква, не является гортанными. Так, в Коране упомянут этот глагол как в форме прошедшего времени, так и в форме настоящего будущего времени, то есть Альмады и Альмудара. Например, Аба Аустакбара. В другом месте сказано «Ойябаллаху». На этом все на сегодня, на следующем уроке мы, иншаллах, продолжим разговор про эту породу, так как нам много чего осталось сказать про нее. Абаллаху. 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 Продолжение следует...